Здравствуйте, дорогие мои, сегодня я приготовлю картофель запеченный в духовке со сметанным соусом. Для приготовления этого блюда мне необходимы следующие продукты. Сырой картофель, количество клубней берете такое, сколько противень хотите сделать. Я беру 4 и на 4 клубня мне нужно примерно 400 граммов сметаны, 15-20 процентов жирности. Какой-либо набор зелени это зависит от того, что вы любите. У меня вот здесь укроп. Совсем маленький зубчик молодого чеснока и огурец. Если любите сельдерей, берите сельдерей. Если петрушку, берите петрушку. Вместо огурца можно использовать сладкий перец либо помидор. Главное, чтобы этот овощ можно было мелко нарезать. Совершенно неважно какой вы используете картофель, молодой или старый, будет отличаться немного только время приготовления. Перед использованием картофель нужно хорошо и тщательно помыть, чтобы на нем не осталось земли, очищать его не нужно. Перед тем, как двигаться дальше, включите духовку и разогрейте ее примерно до 220 градусов. Для этого блюда лучше всего подойдут клубни картофеля среднего размера. Подготовьте листочки фольги для каждого клубни отдельно и теперь заворачиваем картофель. Сделайте по несколько проколов с каждой стороны деревянной шпажкой либо зубочисткой. Солить, не перчить, не смазать маслом, его не нужно. Проколы должны быть достаточно глубокими. Не нужно использовать очень большие кусочки фольги, но в то же время картофель должен быть завернут полностью. Не должен нигде выглядывать из фольги. Как форму для взбегания картофеля я буду использовать глубокую сковороду. Сюда я насыплю килограмм поваренной соли крупной. Соль даст нам дополнительный жар для выпечки картофеля и складываю сюда картофель можно немножко утопить его в соли. Отправлю в духовку примерно на 1 час, раньше он вряд ли будет готов. Через час можно будет уже пробовать прямо через фольгу, либо зубочисткой, либо той же шпажкой его на готовность. Где-то через полчаса можно перевернуть картофель. Пока можно приготовить соус, хотя это можно сделать и покушать. Никакой большой премудрости здесь нет. Огурец я почищу, чтобы соус был понежнее. И теперь его нужно нарезать помельче. Можно конечно потереть на терке, но когда трешь на терке он дает сок. А мне бы не хотелось очень сильно разжижать соус. В данном случае важна не форма нарезки, а ее размер. Я отправляю огурец и сметану. Теперь нарезаю чеснок и укроп. Если хотите, можете выдавить через чеснок в вилку. Зелень с чесноком также отправляю к сметане. Осталось посолить и по желанию поперчить. Солить надо так прилично, немного больше обычного. Потому что картошка не соленая, но в то же время не увлекайтесь. И осталось перемешать. Осталось дело за картошкой. Час прошел, картошка готова. Через час я духовку выключила и оставила ее еще на 15 минут вот в этой остывающей духовке постоять. Теперь я объясню, как это блюдо едят. Картофель развязать прямо с фольгой, крестом, но не до конца. Аккуратно поднимать фольгу и кожуру картофеля. Таким образом открывая его. Берем маленькую ложку соуса. И вот так накладывая соус сверху. Выскапливать картофель с поверхности. Очень вкусно. Потом в образовавшуюся луку опять накладываю соус. И опять перемешиваю его с картофелем. Выскапливаю весь картофель до кожуры. Если вы предпочитаете постную пищу или поститесь в данный момент, можно брать не сметану, а любое растительное масло, которое вам по вкусу. И вот такое очень простое, но очень вкусное блюдо у меня получилось. И обязательно получится у вас. Приятного аппетита! Спасибо, что вы были со мной и посмотрели видео. Если вам понравился рецепт, подписывайтесь на канал. Всего вам доброго и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok